Рулетка от разработчиков Семь дней према это x5 Если не считать самого стрейера Вот в принципе список и закончился Что касается каму для стрейера То мне от него ни холодно ни жарко Ну как-то он не сильно хорошо смотрится на машине Это не анимированный камуфляж Короче говоря у меня допустим какого-то определенного рода восхищения Данный каму не вызывает Мне достаточно того который есть у меня на машине Покажу чутка позже Что же касается всего остального То я бы сказал что он практически ни о чем И вот это практически ни о чем С высокой долей вероятностью будет вам выпадать в первую очередь Ну просто потому что Даже в самом описании шансы так прописаны По процентам выпадения Если вы чувак прям вот совсем не фартовый Но все таки 11 раз крутнете рулетку То это вам обойдется в 13630 Если вы фартовый И вам стрейер выпадет Допустим от 1 до Пункта номер 8 То вам стрейер обойдется в 5630 И честно говоря даже 5630 Для данной машины Но немножечко дороговато Но с другой стороны До тех пор пока вы будете прокручивать Вам то выпадет еще чего-нибудь Допустим 7 дней према и так далее Поэтому ценник в 5630 Это не стоимость машины Это будет стоимость машины Вместе с какими-то плюшками То есть по большому счету Вы за 5630 Купите какого-то рода определенного Наборчик себе Если вы не сильно фартовый И от 1 до 8 Вы не проскочите в получение с трейером То соответственно каждая дальнейшая попытка Будет дополнительно вам бить по карману И если идти вот так по пунктам То 9 пункт обойдется вам в 8 130 Следующий в 11 630 Ну и 11 пункт как я уже сказал В 13 630 Дорого? Да дороговато И честно говоря мне кажется Что все-таки все что есть здесь в наборе Ну не совсем увязывается с ценником Если бы за 13 допустим 630 Можно было бы взять там восьмерку Себе да там какую-нибудь Тогда окей хорошо Но кто-то меня сразу поправит Чувак ты не посчитал Сколько стоит в нашей игре Х5 в количестве 10 штук Плюс хранитель неба Но не все же гоняются Просто за конкретными вот этими вещами Основная эта ценность у нас машина Ну и соответственно от машины Ценник формирует Поэтому ребят Крутить или не крутить рулетку Выбор за вами Я крутить не буду Я чувак не фартовый Я чувак прагматичный Мне вот знаете как больше нравится Когда я зашел вот так вот в магаз Нажал на танки Смотрю танк Который мне нравится Допустим там Не знаю Круп 38Д За 2000 Взял да и купил себе Или нравится мне Объект 907 Опять таки взял Купил И он точно у меня есть Вот так мне нравится Гораздо больше Ну а здесь уже все таки Как говорится На любителя Возвращаемся к нашему герою Что он собой представляет У него есть Довольно таки прикольное Интересное орудие Которое абсолютно не стандартное Сейчас объясню почему У него есть 3 снаряда в магазине Время перезарядки Между снарядами в магазине По моим личным ощущениям Чуть-чуть долговатое Было бы здесь 2 секунды Был бы вообще просто персик Ну а 2,5 Немножечко все таки Порой не хватает Время перезарядки магазина Вполне нормальное Играбельное Окей Хорошо Но У меня стоит оборудование На вентиль И это добавляет нам Минус в КД В размере 0,27 Именно таким образом Получается 12,41 С другой стороны Машине Немножко не хватает пробития И увеличивая пробитие Допустим себе На 11 миллиметров Ну короче говоря Вы получаете Лучше Играбельнее Безусловно орудие В отношении пробоя Но в таком случае Ребят У вас увеличивается Время вашего КД И я поиграл И так и так И остановил свой выбор Все таки на вентиле Потому что скорости Перезарядки барабана Мне по ощущениям Не хватало Гораздо сильнее Ну все остальное Здесь плюс-минус Стоит по стандартному Увеличил себе хп А хп увеличил По одной простой причине Потому что броня танка Выглядит вот таким вот образом И разговаривать здесь В принципе не о чем Я просто вот так вот Наведу Скажу вам 20 миллиметров И этого будет больше Чем достаточно Для того чтобы понимать Что на седьмом уровне Это просто магнит Для фугасов Его короче говоря Разгрызут все И очень быстро Поэтому машина Однозначно Для того чтобы играть На ней исключительно На третьей линии И ни в коем случае Не лезть на передовую Как только на передовую Заезжаете Сразу начинаете Паковать свои манатки И собираться В дальнюю дорогу В сторону ангара Куда вас отправят Довольно быстро Пинком под зад Что касается Сравнения данной машины С другими Я бы сказал Что сравнение Можно провести Если смотреть на эту Сравнительную таблицу То здесь получается Такая кухня Что хуже Нас по заявленному ДПМу И то несущественно Всего лишь на 4% Взм Обратите внимание Есть только одна машина Это Хельсинг Которая обладает Двумя снарядами В барабане И то они вылетают В принципе Одновременно Здесь же вы сами Выбираете Когда конкретно Какой снаряд Вам отправлять И в кого Таким образом Можно сказать Что круп Стеер ВТ Это действительно Единственная Машина На своем Уровне С таким Стилем Игры В виде орудия И здесь Нечего больше Сравнивать И не надо Дальше говорить По поводу того Что у нее Альфа 220 А у кого-то Там 400 Или еще больше Просто отнеситесь С пониманием К тому Что парень Слаб Конечно По заявленному ДПМу По броне Вообще Никакущий Но он один Такой И за это Необходимо Его и любить Что касается Скорости Машины Она в принципе На уровне Со всеми Другими Есть ребята Которые Немножко Быстрее Допустим Та же Самая Блоха Я имею ввиду ПТ Нашу Е25 Если кто Не знает Но в целом Ребят Я не могу Сказать Что машина Унылая По передвижению Порой Гораздо Интереснее Потому что Допустим Тот же Самый Виндикатор Он просто Вас похоронит Своей подвижностью Информации Нет Но по ощущениям Где-то в районе 140 150 Не более того Особо Машиной Такой прям Супер фармящий Не назовешь Да и плюс к тому Он не играется От боя к бою Ровно И об этом Говорит его статистика 51.75 Практически 52 процента Но я бы не сказал Что он прям Вырывается В какие-то лидеры Есть ребята Которые похуже В то же время Есть ребята Которые имеют Процент побед В целых Практически 55 процентов Как бы там Не казнили Т28 Концепт Он же HTC Это машина Все-таки Куда Играбельнее В отношении Количества побед И здесь Ну все-таки Забрать нечего Наверное Проблема заключается Как раз в живучести Данной машины И обратите внимание Малое количество Ребят Жалуют данную машину И даже Имея ее В распоряжении Явно не так уж Часто ее выкатывают Я честно говоря Тоже не так уж Часто выкатываю Из ангара Данную ПТшку И объясняю это тем Что да Она очень неживучая И в первую очередь Я бы не рекомендовал Желать себе Данную ПТ Тем ребятам Которые следят За своей статистикой По одной простой причине Потому что Процент побед Говорит сам за себя Живучести у машины Нет Определенного рода Какого-то Большого Среднего Настрела На данной машине Сделать Тоже особо Не получится Я имею ввиду От боя К бою Выходить на Плюс-минус Равный Какой-то показатель Поэтому Данную машину Необходимо Ребят Рассматривать Только со стороны Фана И веселья Которое Она может Предоставить Я Слава Богу Не заморачиваюсь Над своей статистикой Я не говорю Что заморачиваться На статистикой Это плохо Я просто Констатирую факт И высказываю Своё субъективное мнение И своё отношение К игре И игровому процессу Для меня Игра И игровой процесс Это в первую очередь Наличие у меня По окончанию Боя Удовлетворение От самого процесса Кайфанул ли я Даже если я заехал Даже если я Проиграл Даже если я не сделал Какой-то средний урон Но я получил Удовольствие от боя Уже больше чем достаточно Потому что я Не слежу за своей статистикой Если вы следите за ней Машина точно не для вас Это однозначно Плюс машина Однозначно Не для новичков Потому что Ребятам Которые новички Всё-таки Необходимо На седьмом уровне Машина Которая плюс-минус Живучая Данная машина С живучестью Вообще не отличается Углы склонения Я сейчас немножко Отвлекусь от боя Обратите внимание Орудие вниз Не гнётся Вообще Единственное Как оно сгибается Вниз Это если вы становитесь Боком И вот только Вот в таком вот Проекции Поворачиваете его Что становится Хуже при этом Сказать что От этого Становится хуже Подвижность машины Нет ребят Подвижность Ой господи Подвижность Броня машины От этого хуже Не становится Потому что Она картонная Вот прям в круг Полностью Как видите Куда бы ни стреляли Всё равно Подобьют Спасибо большое Что ты меня Чуть-чуть Сейчас поджал Попытаемся Сейчас уехать Отсюда Ничего у меня Явно не получится Отхвачу сейчас От Т29 Или он даст бок На перезарядке На перезарядке Окей Хорошо Так Одну секунду Ребят Мне надо хоть что-то Попытаться сделать Бросить урон Какой-то Попытаться заныкаться На 12 секунд И продолжаем разговор Как бы вы не становились Боком Или прямо Или ромбом У этой машины Нет абсолютно Никакой брони А от этого Ребят Мы делаем Вывод следующий Что вне зависимости От того Каким боком Ты на данной машине Станешь В тебя все равно Попадут Поэтому На ней можно Абсолютно Не стесняясь Становиться боком Свешивать свое орудие Ну и соответственно Отбрасывать Сейчас обязательно Запрыгнем в следующую катку Потому что данная Абсолютно не является Показательной Для данной ВТшки Она может гораздо лучше Гораздо больше Но как вы обратили внимание Что мы смогли заценить Это подвижность Которая вполне нормальная Это довольно быстро Перезаряжающийся барабан Как вы видели Я смог спрятаться Перезарядиться И я бы не сказал Что это прям Заняло огромное Количество времени Это вполне себе Играбельное орудие Против тяжелых танков На своем уровне То есть серые зоны Вы сможете пробивать Даже если вы не поставите Себе улучшения Пробоя А все таки Остановите свой выбор На вентиле Ну и стоит отметить Что данная машина Она Хоть и не обладает Какого-то рода Хорошими углами склонения Но это злую шутку Будет с вами играть Только в ближних боях Там где вам необходимо Выцеливать какие-то Нижние бронелисты На небольших дистанциях Или вот как это было В начале Когда двое ребят Заходили Из-под горки И соответственно Мне необходимо было Склонять орудие вниз Во всем же остальном В целом Поскольку машина Изначально Предназначена Для игры Явно не на первой линии И даже не на второй Если вы попадете На подходящую карту И сможете нормально ППТшить Поиграть в снайпером То поверьте Вы получите Массу удовлетворения От данных боев Повезет ли сейчас В следующей катке Гарантировать не могу Но со своей стороны Сделаю все возможное Ну а пока Досматриваем бой Смотрим на результаты И погнали дальше Рога ломать Итак друзья Победа Но абсолютно не благодаря нам Всего лишь 868 единиц урона Просто поверьте на слово Что ВТшечка может И по большим Что касается Результатов По фарму То даже за такой Пустяковый Никудышний бой С учетом Установленного Прем аккаунта Мне дали 24 тысячи серебром Я бы не сказал Что это слишком много Но в целом Я бы сказал Хорошо что не ноль Вот это уже Действительно Что касается Результативности По команде Третье место С конца Как я уже сказал ПТшка способна На гораздо большее Просто вам должно Еще помимо всего остального Фартануть с картой На которую вы попадете Мне очень нравятся Карты На которых я могу На этой ПТшке Стать где нибудь Вдалеке Или подняться На какую нибудь Горочку Спрятаться в каком нибудь Кустике И тихонько себе Спокойненько Разбрасывать По засветам Своих союзников Кто то скажет Что я кустарники Что кустарные бои Это бе 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 И фу 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 Но ребят Есть такие машины В игре Которые в принципе Предназначены для этого Если вы стоите Стоите в кустах Где нибудь На какой то горке Допустим На маусе Ну тогда да Тогда вопросов нет И вы им крайне сильно Косячите В отношении Всей своей команды Но если вы играете На машине Которая на седьмом уровне Обладает броней В 20 мм Не обладает Вообще Никакими там Приведенками Плюшками Или еще чем то Что может хоть как то Улучшить ее выживаемость То в принципе Изначально Глупое решение Ехать куда то На передовую И пытаться там Чего то как то Зарешать Но не получится У вас это Поедем Попытаемся Взобраться На вот эту вот горку Стандартная позиция Для ПТ Как раз тут Кустик для меня Заготовлен И попытаемся Оттуда Как то поработать По засветам Наших союзников Так я надеюсь У меня сейчас хватит Духу заехать Давай родная Вытягивай Давай 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 Не сильно бодро Конечно мы поднимаемся Но ребят Свое дело сделали Поднимемся Нагло На самый верх Давай давай Еще чуть-чуть Еще чуть-чуть Еще 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 Все Молодец Умничка Теперь стоим Ждем За свет Начинаем отрабатывать Точность орудия Очень хорошая На дальних расстояниях Выцеливать Просто красота Время сведения Божественное Что сейчас было Я не понял Вот серьезно Третий снаряд Куда пошел Зачем пошел Почему Вроде бы должен был В товарища Джисора попасть Но К сожалению И да Кстати там Сразу Забегая наперед Не пишите в комментариях По поводу того Что он не Джисор Он Гсор Ксор Или еще кто-то Ребят Это буква Джи И от этого никуда не денешься Это аббревиатура Так Давай Сдавай назад Что мне нравится Еще в этой ПТшке Что Когда вы Сменяете Точку прицеливания То есть вот Просто переводите Своё орудие Совсем В другую зону Да В какую-то У вас очень быстро И бодро сводится орудие То есть у вас нет Необходимости Стоять И прям До какого-то Умопомрачения Выжидать Джисор решил Не отдаваться Мне Отдаться другому Ну ладно Окей Хорошо Так Смотрим Кто еще хочет Плюшку получить Блин Перезарядка Будем надеяться Что сейчас Кого-то подсветят И мы сможем Отработать по засвету Вот товарищ Стоит Ждет Говорит Дай пожалуйста Мне один снаряд Так хочется В ангаре побывать Смотрим дальше Кто еще Так Пятьдесят восьмой Муц Сейчас будет вылазить Две своих плюшки Отхватит однозначно Ох Как ему сейчас повезло Ребят Вы себе не представляете По большому счету Должно было быть Два пробития Как видите Я до сих пор Без засвета Я так понимаю Что скорее всего Мы сольемся Свою задачу В любом случае Я продолжаю выполнять А моя основная задача Ребят Это вот как раз Поддержка огнем Сдай назад Он понимает Что сейчас Чири он доберет И дальше пойдет В прорыв Нас осталось двое Не сильно хорошо Ай-яй-яй-яй Здесь я Я ребят Психанул Действительно Мой косяк Так Надо сваливать Надо сваливать Потому что сейчас Как только я попадаю В засвет Сразу начинаю Отхватывать На ходу Навряд ли Ну вот и все В принципе Я думаю Что сейчас Особо Результатов Не будет Прога Почему-то Решила Что лучше Посмотреть Что там происходит Наверху Хотя Знал товарищ Что сюда едут Так Ну что Попытаемся Свалить Я не думаю Что я успею Это сделать К сожалению Не хватает У меня мощности Для того Чтобы браво Прыгать по каким-то Горкам Ну и соответственно Времени перезарядки Магазина Тоже не хватило Но давайте Посмотрим на результаты Данного боя И зададимся вопросом А точно ли поражение В данном конкретном бою Было связано Непосредственно С нами В предыдущем бою Не спорю Мы для победы Сделали крайне мало Мы сделали Всего лишь 800 урона Но здесь Мы сделали 1750 И сделали Один фраг Точность у орудия Позволяет работать На дальних расстояниях И эта ПТшка Исключительно Для кустарных Боев Ни в коем случае Не для того Чтобы врагами Сталкиваться Со своими врагами Не быкуйте на ней Будет вам счастье Будет вам довольно Неплохое Количество урона За бой Как для данной Конкретно ПТшки Может вы и не будете Постоянно находиться В топ 1 В топ 2 Но в топ 3 Вы входить будете Однозначно И честно говоря Если бы вот эти Вот четверо ребят Особенно нижние КВ4 Отыграли чуть-чуть лучше Возможно мы бы смогли В данном бою Получить победу А так по большому счету Заняли первое место В команде по урону И я уверен Что ваших Пускай даже Не сильно умелых руках Если они таковы Данная машина Отыгрываться Все таки сможет Я не говорю о том Что рекомендую Крутить вам рулетку Для получения Данной ПТшки Я говорю лишь о том Что данная ПТшка Однозначно Не предназначена Для статистов Однозначно Не предназначена Для ребят Которые в поисках Машины Которая своей Эффективностью Будет постоянно радовать Но эта машина Однозначно Для тех ребят Которые не запариваются Над своей статистикой И покупают себе Машины Для того чтобы получить Удовольствие от боя А мне порой нравится Заходить Под настроение Стать где нибудь Вдалеке И набрасывать себе Спокойненько урон Играя в такого себе Снайпера А данная машина Это действительно позволяет Ну а у меня на данный момент Все Всех благ Всего хорошего Если вам нравятся мои видео Обязательно подписывайтесь на канал Ставьте лайки И обязательно нажимайте на колокольчик Чтобы не пропустить выход Нового видоса А у меня все Пока-пока Мира и спокойствия Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok